напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать и так в каком советском кинофильме звучит песня крылатые качели это самая главная детская советская песня звучит в кинофильме приключения электроника песни о том что не надо торопиться и взрослеть а также о том что впереди ждет светлое будущее в фильме песню потрясающе звенящими голосами исполнил детский хор большого театра в каком году был выпущен первый советский лимузин а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео отправной точкой отечественного лимузиностроения считается 1932 год тогда заводу красный путиловец было поручено начать собирать точные копии американского автомобиля бьюик 3290 новый автомобиль названный l1 был оборудован по последнему слову техники для чего использовался этот металлический предмет в ссср это советское сигнальное зеркало из полированной нержавейки конца 60-х годов этот девайс служил для привлечения внимания экипажей поисковых самолетов вертолетов и кораблей сигнальное зеркало входило в аварийные комплекты летчиков и моряков его использовали также разведчики и десантники для привлечения внимания нужно совместить отражение зайчика с отверстием через которое виднеется корабль или самолет для чего предназначался такой набор под названием рига такой набор из карболита под названием рига предназначался для специй выпускался в 70-х годах набор состоял из четырех предметов солонки перечницы горчичницы и подноса с ручкой в каком году в программу вузов был включен научный атеизм термин научный атеизм получил широкое распространение в ссср в 1954 году после выхода постановления цк кпсс о крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения а в 1959 году в программы советских вузов был введен курс основы научного атеизма какая советская фабрика первой начала выпускать лаки для ногтей лаки для ногтей начали выпускать в 30-х годах пионером была фабрика северное сияние позже на этот рынок вышла московская фабрика гримировальных товаров у советских лаков была низкая стойкость и ограниченная цветовая палитра стоило это удовольствие 40 копеек за флакон кто проводил борьбу с космополитизмом борьба с космополитизмом массовая политическая кампания проводившаяся в ссср в 1948 1953 годах и направленная против скептических и прозападных тенденций среди советской интеллигенции первым шагом обозначившим новый курс стал тост сталина за русский народ произнесенный им на приеме в кремле 24 мая 1945 года в нем он отметил роль русского народа как руководящие силы правда что пулемет максим это разработка советских инженеров пулемет максим был разработан в 1883 году американцам хайримом стивенсом максимом это уникальное оружие того времени пулемет максим со станком весил более 60 килограммов к нему также прилагались пулеметные ленты машинки для набивки лент патронами запас воды для охлаждения ствола он активно применялся красной армии во время великой отечественной войны кто боролся с архитектурными излишествами в хрущевские времена была провозглашена кампания по борьбе с архитектурными излишествами практика украшательства характерная для сталинского ампира исчезла на смену вычурному стилю пришла функциональная типовая архитектура которая с теми или иными изменениями просуществовала до конца существования советского государства что это за набор предметов из советской эпохи модульный конструктор электронной кубики выпускался ленинградским опытным заводом с 1977 года он предназначен для повышения знаний и практических навыков школьников среднего и старшего возрастов в области радиоэлектроники с его помощью можно без применения пайки инструмента и дополнительных проводов собирать разные радиоэлектронные устройства правда что пшеничная крупа артек была разработана специально для детского лагеря в конце 1920-х годов советских продовольственных магазинах появилось два вида пшеничной крупы полтавская и артек последняя была разработана специально для лагеря расположенного на южном берегу крыма считалось что полезная каша наряду с крымским воздухом и солнцем поспособствует укреплению здоровья пионеров как называлась серия советских книг об известных людях в жизнь замечательных людей эта серия художественно-биографических книг о выдающихся личностях начала выпускаться в 1933 году по инициативе максима горького и под его редакцией сколько стоило минута по межгороду на телеграфе в восьмидесятых годах на отделениях телеграфа были установлены таксофоны для междугородных звонков минута такого разговора стоило 15 копеек нужно было опустить монету в монетоприемник или заказать разговор у телеграфиста куда во время великой отечественной войны был эвакуирован пионерский лагерь артек алтайский артек это историческое неофициальное название детского оздоровительного лагеря артек эвакуированного в годы великой отечественной войны из крыма в алтайский край работал в поселке курорте белокуриха с 11 сентября 1942 года по 12 января 1945 года что за устройство изображено на этой фотографии примерно с середины семидесятых годов в отделах электротоваров советских магазинов появились электромассажеры на фото представлен один из самых популярных с оптимистическим названием бодрость он имел разные насадки для косметического профилактического и лечебного массажа всего тела одеколон с каким названием существовал в ссср в 70-е годы на прилавках советских магазинов появился мужской одеколон саша от новой зари который сразу обратил на себя внимание запоминающимся запахом правда что первая советская компьютерная мышь марсианка стоила как холодильник перед вами советское чудо инженерной мысли первая серийная компьютерная мышь родом из ссср марсианка марсианка имела четыре цвета черный серый белый и ярко-красный мышка была универсальной и подходила к множеству советских компьютеров выпускалась мышка с 1989 года по 1993 год главным недостатком мыши была цена равная 185 рублям в 1989 году вместо мышки можно было купить холодильник саратов или 450 банок кабачковой икры в ссср для наказания инакомыслящик чаще всего использовалась семидесятая статья у к ссср что это за статья в ссср в 60-е 80-е годы несогласных с режимом граждан наиболее часто судили по одной и той же 70 статье уголовного кодекса ссср антисоветская агитация и пропаганда против подрыва и ослабления советской власти какие рода войск советской армии носили такой берет а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео это берет морской пехоты овальная кокарда позволяет уточнить датировку экспоната такие кокарды ввели в 1969 году а отменили в 88-ом якорь символизировал о принадлежности морской пехоты к военно-морскому флоту а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа отгадайте что это за набор в данном коротком ролике и для чего он используется и для чего он используется след PETER если не пропадает напишите в комментариях ваш вариант ответа что это за набор и для чего он используется Надеемся, что вам понравилось. Мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику. Подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест.